В детстве В детстве я любил наблюдать за, как казалось, самым обычным муравейником. Вся эта суета в детской фантазии складывалась в невероятную организованность насекомого мира и создавалось ощущение, что все они на самом деле вполне разумные существа, скрывающие свою настоящую жизнь от наших глаз. И только где-то там, в глубинах своего волшебного мирка, раскрывающие свои настоящие личности. С тех пор прошли годы и стало, в общем-то, наплевать на чудесный мир этих маленьких созданий. Но вот сегодняшняя гостья аркадного обзора старается напомнить всем нам, что одно небольшое деревцо может быть для кого-то целым миром. С вами Террол и сегодня я расскажу вам о Ботаникуле. Ботаникула в первую очередь арт-проект, а уже потом игра. Замечательная чешская студия Аммонита Десижн в очередной раз, и на этот даже больше, покорила мое сердце красотой дизайна выдуманного ими мирка. Если кто случайно забыл, в этом сезоне у нас уже побывал их предыдущий проект, Машинариум. Однако, если, например, в нем наши приключения происходили на планете роботов, где палитра практически не менялась на протяжении всей игры, то здесь разработчики используют все богатство и разнообразие красок. А на десерт подают еще и невероятный звук, как саундтрек, так и различные эффекты, которых тут сотни. За это игра даже завоевала отдельные призы в 2012 году. И чем же должен во всем этом супе из блаженства заниматься игрок? Конечно же, искать всякого рода предметы и решать различные головоломки. Ну это же квест, в конце концов. А помогают в этом главные герои, которых аж пять штук. Но не переживайте, большую часть времени они держатся все вместе. Итак, самый сильный у нас маковая головка. Самый гибкий – прутик. Самый легкий – перышко. Самая умная – гриб. Да, грибочек у нас девушка. Лично я это обнаружил по названию одного из саундтреков. Миссис Гриб любит какую-то там звуковую систему. А потом еще и в гугле нашел официальное тому подтверждение. Ну и остался только самый-самый герой истории. Хм, я вот всю игру почему-то думал, что он орешек. Но он вроде как бутончик, который и несет в себе нелегкую ношу, словно Фродо, несущий кольцо в морду. Но у него все-таки чуть полегче. Семечко для нового дерева. Но это как посмотреть полегче. Ведь на их родное дерево, которое одновременно является и всем миром игры, напали мрачные паукообразные существа, буквально высасывающие из него и его жителей соки. Просто невиданные. Вместе они должны совершить нелегкий, полный опасностей путь к корням своего родного дома. С тем, чтобы спасти это единственное уцелевшее семя. Но несмотря на такую мрачную завязку, грустить почти не придется. Ботаникула живет и дышит. Каждую секунду в этом мире что-то происходит. Шевелятся листочки, отзываясь на прикосновение ветра или курсора. Охотятся насекомые, разыгрывая нехитрые сценки. Против правды не попрешь. Мухомор на логотипе Ammonita Decision нарисован не просто так. Игры этой студии под завязку набиты галлюциногенными сценами и психоделическими пародиями на нашу с вами современность. Важно не столько происходящее на мониторе, сколько оформление и подача, которые, ну просто выше всяких похвал. И с первой же секунды, Ботаникула завоевывает игрока своим сумасшедшим обаянием. Каждый щелчок мыши или движение курсора заставляет мир и его обитатели оживать, петь и плясать. Вот мама-каштан варит кашу своим детишкам. Вот мимо пролетает здешняя версия Деда Мороза. А в темной лаборатории сумасшедший ученый проводит оживление своей версии чудовища Франкенштейна, в то время как его соседи поклоняются какому-то непонятному идолу. Короче говоря, описать словами здешних существ непросто. Классифицировать их как какой-то известный науки вид просто невозможно. При этом говорят они на каком-то непонятном, странном и очень милом языке, зачастую пародирующем человеческую речь. Но как же хорошо они озвучены. И главное, что все понимаешь. К слову, все эти подпрыгивающие, улюлюкающие персонажи как-то напоминает мне мою любимую World of Gu с ее не менее обаятельными героями. А это, как вы уже знаете, внеочередной плюс. Не забыли чехи и о мини-играх. Их не очень много, но с учетом размера всей игры, это вполне простительно. Благо есть чем заняться и без них. Например, собирать карточки с изображением жителей Ботаникулы. А их тут более сотни. Собрав необходимое количество, можно открыть бонусные сценки в конце игры. Их то ли три, то ли четыре. Это уже не говоря о достижениях в том же стиме, которые даются чуть ли не за каждую вторую карточку. Но это только потому, что этот каждый второй житель не спешит так просто появляться на ваши глаза. И ради некоторых придется проявить усердие. Я, к сожалению, за свое прохождение все не собрал, но две сценки в конце открыл. Чем советую заняться и вам. Потому что Ботаникула это одна из немногих игр, которые можно порекомендовать категорически всем. Даже вашей бабушке. Концентрированная пилюля приятных эмоций никому не повредит. Да хватит уже смотреть. В это нужно окунуться самому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА